В одной далёкой снежной стране, где в воздухе танцуют сверкающие снежинки, жил добыл пингвинёнок. И звали его Виллингтон. Пингвинёнок мечтал о том, чтобы вырастить среди снегов настоящий сад. Это невозможно, посмеялись над ними друзья. Здесь слишком холодно. Тогда Виллингтон не хотел сдаваться, а когда веришь в свою мечту, то можешь сотворить настоящее чудо. В одной далёкой холодной стране, где в воздухе танцуют сверкающие снежинки, жил добыл пингвинёнок. И звали его Виллингтон. Пингвинёнок Виллингтон очень любил свой белоснежный мир. Как же это здорово скатиться с высокой ледяной горы, или зарыться в сугроб в поисках сокровищ. Или вместе со своей лучшей подружкой рассматривать книжки с равноцветными картинками. «Розмари, погляди, какой сад!» – воскликнул как-то раз Виллингтон, перевернув страницу. «Он просто чудесный! Давай и мы такой вырастим!» И Виллингтон помчался к другим пингвинам. «Перси!» – закричал он. – «Я хочу вырастить сад!» «Ха-ха!» – «Приятель!» – рассмеялся Перси. «Это невозможно!» «И пингвины вообще ничего не выращивают, а ловят рыбу!» – добавила Мэйбл. «Я тоже думал, что научусь летать!» – вздохнул Эйвор. «Но пингвины летать не могут, и цветы не могут расти в снегу. Здесь слишком холодно!» «Подожди, Эйвор!» – не унимался Виллингтон. «Но почему бы нам хотя бы не попробовать?» «Вот только во всех книгах, какие успел прочитать пингвиньона, говорилось, что цветы вырастают из семян. В их белой, снежной, бескрайней пустыне семян было не найти ни одного. «Не расстраивайся! Выход найдется обязательно!» – чирикнула Розмари. «Склевывая кусочек печенья, которым поделился с подружкой Виллингтон. И вдруг на сниму что-то блеснуло. Это была синяя обертка от печенья!» Виллингтон поднял бумажку, повертел ее, потом сложил, скрутил, и у него получился... «Да это же колокольчик!» – радостно подпрыгнула Виллингтон. «Теперь-то я знаю, что мне делать!» И пингвиненок принялся собирать все, что могло бы пригодиться ему для сада. Разноцветные обертки, пуговицы. У Эйвера он выпросил детали от старых часов. А Розмари поделилась с другом перволутровыми белыми ракушками, которые когда-то принесла из своих далеких путешествий. Несколько дней пингвиненок Виллингтон был очень занят. Он складывал и скручивал, склеивал и посыпал блестками. Копал ямки и сажал, пока не на конец. Та-да-да-да! Обертки не превратились в красивые цветы, а пуговицы – в больших ярких шмелей. И еще на снежных холмах выросли необычные деревья с кронами и зубчатых часовых колесиков, на которых распустились белорозовые цветы. «Смотри!» – завопил Перси. «Вот это да!» – выдохнула Мэйбл. «У него все получилось!» – улыбнул Сайвер. «Виллингтон вырастил волшебный снежный сад!» – прокричали пингвины хоров. Радостный день подошел к концу. Наступила ночь, и над томами пингвинят, и над самым садом разразилась настоящая буря. Ветер громко звывал, закручивал в воздухе снежные воронки и грозно ревел. А у лошадного сада не было даже ограды, чтобы защитить его от снега. И к утру, там, где еще недавно поистрели яркие клумбы, ничего не осталось. Ни одного цветочка. «Не печалься так!» – успокаивала Виллингтон Мэйбл. «Твой сад был замечательным!» И пингвины, чтобы подержать друга, принесли ему теплого молока и вкусного печенья. Но Виллингтон ничто не могло утешить. «Спасибо, мне как-то не хочется!» – грустно вздохнул он. И вдруг Розмари порхнула ему навстречу, и что-то уронила в снег. Это была блестящая синяя обертка. Пингвиненок медленно ее поднял. Потом сложил, а потом свернул. «Это будет первый колокольчик!» Для моего нового сада улыбнулся Виллингтон. Только в этот раз пингвиненку не пришлось делать все одному. На помощь пришли друзья. И новый сад вышел лучше прежнего. Перси построил высокую стену, чтобы защитить сад от ветра. Мой был красивый фонтан. И на дерево Эйвора поселились кукушки, которые даже могли петь. А Розмари отправилась в новое путешествие, чтобы всем на свете рассказать о том, какой великолепный сад вырос среди снегов. И со всех уголков земли в их заснеженную страну потянулись гости. Чтобы своими глазами увидеть это чудо. Первыми прибыли ярко-розовая фламинго. Потом приехала на верблюдах коалы. И даже притопали великаны-слоны. И громко затрубили от восторга. А еще прибежали полосатые зебры. Длинношеи жирафы прискакали к кенгуру. «Ух ты!» Поразился Веллингтон, который до этого видел всех только на картинках. Тут друга откликнул Эйвор. «Веллингтон!» Позвал он. «А ты оказался прав!» «Никогда не узнаешь, что ты можешь, пока не попробуешь!» «Да здравствуй, пингвиненок Веллингтон!» Закричали все. И его волшебный сад среди снегов.